И делать вот это. Короче, не считать себя обязанным реагировать на правила внешние. Причем в любых, ну это как бы автомат, да? Ну вот просто заметь, как только ты теряешься, не знаю, вот не знаю ответа, это верный признак того, что ты, короче, реагируешь. Или там какое-то замешательство. Ты реагируешь, у тебя нет своего плана. У него вектор. Вот. И я предлагаю после этого небольшой лирической телеги продолжить ведение вот с учетом вот такой фишки. А что здесь происходит? Вот такой вопрос. Вот, например, Аня пришла, ее вызвали из центра. Окей, она пришла, села. Ну как бы у нее никаких целей нет. Вот ей там задают вопрос, то какая у нее может быть там линия, если у нее в принципе целей нет? Ну на самом деле линия могла быть другое, действительно, я провалилась. Ну, потому что непривычно быть в центре внимания. Ну, линия могла быть такая просто, когда Алис меня спросила, почему ты вышла в центре слуга, и я могла бы спросить, ну а что, почему у вас завтрак? Куда хочу, туда хожу. Почему два, а не три? Ну, все должна какая-то цель быть, ну, типа, не один, два вопроса. Ну, ты бы спросила, в смысле, а потом бы сам к вам ни к чему бы не привела. Есть еще такая фишка, то вот что я сейчас говорю, это не значит, что нужно перечить на каждое, что происходит, да, и там, что-то. Что ты приходишь в магазин, тебе говорят, ты рубля, надо давать три рубля. Вот, но тем не менее, это как бы, ты должен осознавать, что ты в данный момент решил играть по вот этим правилам в течение вот такого промежутка времени, чтобы там что-то. то есть, например, если я прихожу куда-то учиться, я принимаю решение, я играю, как бы, по вот этим правилам, чтобы научиться тому, чему эти люди учат. Вот, но это нужно осознавать, вот что ты делаешь в каждый момент времени. Вот вся вот эта вот тупня, да, и пассивность, которую мы там много разными способами рассматриваем, у нее есть вот эта вот одна очень простая формулировка. Я не решил, чего я в данный момент делал. Угу, да, я вот на этом не подвисла, что не возьму. Самка, ты же туда вышла, ты же хотела научиться менедживить процесс, ну то есть, у тебя есть что-то, чего ты хочешь на самом деле? Да, я хочу общаться с ребятами в проектах, в командах. Такую прям, вылавливаешься вот эту цельку, и вот делай ее. Сделала, вылавливаешь следующее. Как только ты этого не делаешь, ты вот, я не знаю, что делать. В общем-то, не суть важна, так как мы, особенно сейчас там тренируемся, вот, ну, играем фактически, да, вот, что тебе хочется, любая штука. И немножко так, к краям сознания обращай внимание, что с аудиторией происходит. «Меняй правила». «Танцуют все!» «Танцуют все!» «Танцуют все!» «Потепенно ее приводить к тому, чтобы совершать действие». «Поднять соседов на правое плечо!» «Танцуют все!» «Надо как-то это желание, видимо, или вытащить, или чтобы оно было изначально». «Танцуют все!» «Подогреть!» 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 «У тебя есть версии?» «О, нет!» «То есть я могу, то есть, вот прям...» «Санка, мы бы и рады потанцевать, но, как ты знаешь, боязно первому вскакивать, короче, и что-то...» «Ты будешь вторым, я уже встала, даже в третьем хап тоже.» «Ты слушай!» «Я с удовольствием тебе приду». «Вот, смотри, есть активная аудитория по центру, которой, в общем-то, гораздо легче потанцевать, чем вот тем, кто с краю всего». «Вобще-то не ощущается реального желания танцевать. Когда Лариса ощутилась желание просто что-то сделать. Вот это ключевой принцип управления процессами. Если ты хочешь, чтобы что-то закрутилось, ты должен стать этим. Если говорю, ребята, сегодня у нас будет очень веселый вечер, мы все будем смеяться с 4 до 5, с 8 до 9. Понятно? Понимаешь, да? Да. Соответственно, ты должна показать то, что должно произойти. Где-то тебе может быть страшно, но не важно. Скачула, хоп, обвыклась, и все. И начинай запускать этот поток, который ты хочешь, чтобы начался. Мы с Арией сам отойдем. Я тебе рекомендую сейчас не идти уже по накатанным, а взять что-то новое.